Для меня самый святой праздник, это, конечно, 9 мая. Я люблю Новый год, все замечательно, юбилей, театр, праздники, флага российского. И все, понимаю, все ценю, все. Но святее праздника, чем 9 мая, для меня нет. И как только я выхожу на улицу, этот духовой оркестр, такое ощущение, что я в сам День Победы попала. Вот вас нет такого ощущения никогда не было, что именно в День Победы, что вот победа, вот только она сейчас случилась, вот только-только сейчас. И самое главное, меня просто убивает, по-хорошему убивает, это бессмертный Бог. Это тот, кто это придумал, я не знаю, просто поклониться надо этому человеку. Это просто уникальная придумка, вот эта задумка памяти вот этой. Это когда идут действительно, идут, я вижу, искренне, и даже люди улыбаются. Да, они должны улыбаться, потому что они несут не покойников, они несут память нашу, понимаете? Они, это, не гробственные, нет. И вот в одном из каких-то, мне не суть важна, мы с Татьяной написали. Колонна шествует, нет у нее конца, мы в этот день не будем удивляться, что седовласый сын несет портрет отца, которому всего-то было двадцать. И девочка с прабабушкой идет, которая служила в медсанбате, и друга ветеран с собой ведет погибшего в Берлине в сорок пятом. Теплом согреют миллионы рук со старыми временем портреты. Пусть никогда не видел деда внук, но знает он, что дед солдат победы. Причем к плечу идут и старый млад, живые спавшие мы идут в строю едином. Бессмертный полк выходит на парад. Пока мы полны, мы не победим. Вот вы знаете, пока мы помним, пока мы живы, я имею в виду сейчас, мы только 9 мая. Понимаете, с возрастом, конечно, интересно. Там раньше, помните, была поговорка, волос короткий, волос короткий, нет, сейчас, волос длинный, ум короткий или память там. А я еще, я маленькая же была, волос длинный, ум короткий, ее-то, ну, что там лет пять-шесть было, дура идет, значит, вроде, дура идет, что, маму сказала, что так было. Конечно, это вот уже со временем все осозналось. Продолжение следует...